Сегодня мы хотим поговорить о материалах для внутренней отделки помещений, обшитых деревом. Для этих задач предназначена масса материалов – лазури, воски, достаточное количество масел и просто, собственно, красок. Сегодня мы поговорим об отличиях между собой этих продуктов, а также о том, как правильно подойти к выбору нашего материала. Все это дело мы хотим разобрать на примере белых оттенков, которые в последнее время все более востребованы. С другой стороны, самих белых оттенков тоже присутствует на рынке очень большое количество. Мы взяли за образец ярко-белый оттенок продуктов с тем, чтобы наиболее контрастно показать взаимодействие белого цвета с натуральным деревом. Этот щит выполнен из хвойной древесины. Мы видим, что это единые доски с одинаковой фактурой, с одинаковым количеством сучков на левой и на правой стороне. И тем не менее, общее ощущение от этих двух щитов в большом пространстве получается совершенно разным. Здесь более закрытая структура, более скрыт сам рисунок, не настолько доминирующий сам характер самого дерева, который нас окружает. Здесь, наоборот, сама структура дерева максимально сохранена. Видим любой сучок, любой рисунок дерева. Видим разницу между верхними досками и нижними. Очевидно, что это сосна, вот эта ель. Если потребителю важно, чтобы он чувствовал, что находится в натуральном дереве, в натуральном рисунке, хочет сохранить именно белизну дерева, то для этого больше подходят продукты на основе масла, которые меньше запечатывают структуру, меньше ее скрывают. Покрытие на основе воска более запечатывающее, соответственно, более выравнивает сам оттенок. И общая визуальная картинка от всех этих досочек, она одинаковая. При этом нельзя сказать, что дерево скрыто и превращено в неприродную поверхность, поскольку сам рисунок сохранен. Сегодня я расскажу вам о том, как правильно наносить материалы для интерьеров, для внутри помещения. Это масло и воск. Воск, масло. Перед тем, как наносить материалы, нужно очень хорошо подготовить поверхность. Это очень немаловажно. Для внутренних работ рекомендуется отшлифовать поверхность шкуркой зерном 120. Также немаловажно, какой кистью вы наносите и какой продукт. Если продукт на водной основе, то кисть нужна с акриловым ворсом. Если продукт на растворителе, то кисть нужна с натуральным ворсом. Наносить лучше широкой кистью на больших поверхностях. Так удобнее. Нанесение нужно начинать от угла и лучше сверху вниз. Кисть нужно макать неглубоко в краску, чтобы краска была только на кончике кисти. Начинаем красить от угла. Воск, как правило, применяется на любом типе древесины. Расход его составляет примерно 80 грамм на метр квадратный на каждый слой. Применять его можно как просто в жилых комнатах, так и, например, в ванной комнате. Он очень хорошо устойчив к загрязнению и к излишней влаге. Также вы можете заметить, как легко наносится эта краска. Очень хорошо растекается, разглаживается, слегка скрывая структуру древесины. Сухой остаток данного продукта составляет 25%. Поэтому эта краска очень хорошо подходит для сроченной древесины, для разнотоновой древесины. Она скрывает многие недостатки этого дерева. Если у вас внутренние помещения построены из разных досок, например, из породы одна из сосны, другая из ели, то этот продукт лучше подойдет для таких стен. Также воск можно наносить на стены, на потолок. На пол его не рекомендуется наносить. Вы можете заметить, что воск, даже нанесенный в один слой, достаточно хорошо выбелил древесину. Но воск по технологии нужно носить в два слоя. Промежуточная сушка должна быть три часа между слоями. Все продукты на водной основе, к которым относится этот воск, они не имеют ярко выраженного запаха. Также они достаточно быстро сохнут, поэтому можно нанести два слоя в один день. Наносить желательно от начала до конца деревяшки, потому что продукт подсыхает быстро, чтобы не было стыков, нахлестов. Сейчас мы будем наносить второй продукт, это масло. Масло будем наносить кисточкой из натурального ворса. Техника нанесения масла немного отличается от техники нанесения воска. Потому что у масла расход меньше, и самое главное, что его после нанесения, через 5 минут примерно, нужно протирать тряпкой. Масло можно применять как на горизонтальных поверхностях, так и на вертикальных. То есть им можно красить и стены, и пол. Первый слой наносится пигментированное масло. Второй слой наносится масло без колеровки. Неколерованное масло прозрачное. Это сделано для того, чтобы можно было легче обновлять покрытие со временем. В отличие от воска, масло сохнет не 3 часа, а минимум 12 часов. То есть следующий слой, второй, вы сможете нанести только на следующий день. По расходу масла меньше, чем у воска. 30-60 грамм на метр квадратный. Сейчас при нанесении масла и с той стороны, где был нанесен воск, цвет совпадает. После того, как мы будем масло вытирать, цвет будет здесь светлее, и структура древесины будет выглядеть очень подчеркнуто, очень выделено. Что придает определенную симпатичность покрытию. Масло достаточно износостойкое, поэтому его можно применять, им можно красить паркетные доски, лестницы. Также можно красить и стены. Масла и воски можно наносить как на мягкие, так и на твердые породы древесины. Они одинаково хорошо смотрятся. Данное масло сделано на основе растворителя, но запаха практически нет. При нанесении никаких дискомфортов, никакого не доставляет. Также стоит отметить, что минимальная температура при нанесении масла должна быть плюс 5 градусов. При нанесении воска плюс 10. Влажность древесины при этом не должна превышать 16%. Масло, так же как и воск, очень легко наносится. Хорошо по поверхности разглаживается. После течения примерно 5 минут можно уже вытирать масло. Но на практике, когда вы покрасите большую стену, то как раз когда вы начали ее красить и когда закончили, эти примерно 5 минут и проходят. Так что можно сразу после завершения покраски начинать вытирать. Вытирать нужно сначала поперек волокон, древесин, а потом вдоль. Это делается для того, чтобы масло лучше зашло в поры дерева. Если имеются какие-то швы, там можно протереть с немножко большим усилием. Когда тряпка слишком уже напиталась с продуктом, то нужно ее поменять. Как вы можете заметить, что после вытирания поверхность становится уже светлее, чем там, где был нанесен воск. После того, как вы вытерли масло и поверхность высохла, она становится очень приятной на ощупь. По ней приятно ходить, ее приятно гладить. Сухой остаток этого продукта составляет 35%. После нанесения первого слоя цветного масла, через 12 часов нужно нанести второй слой, но уже прозрачного масла. Это делается для того, чтобы было легче обновить поверхность. Вы выбрали белый оттенок для своего интерьера. Остановились на каких-то альтернативах. Вы хотите посмотреть и, наконец, принять решение. Критерии финишные для выбора для вашего интерьера, для вашего ощущения. Может быть только образцовая площадка. Всегда и всем рекомендуется взять небольшой пробник готового материала и нанести на вашем конкретном объекте. На вашем конкретном интерьере при вашем уровне подготовки, при вашем уровне пожеланий к финишному результату. Попробуйте выполнить образцовую площадку хотя бы в размере того стенда, который мы вам сейчас демонстрируем. Одну и ту же задачу получить светлый, красивый, белый интерьер можно получить, используя разные продукты. Разница между этими продуктами, очевидная разница, она у нас есть, мы ее можем продемонстрировать. Даже если мы выбрали один и тот же оттенок, разница нескольких продуктов между собой будет значительная. В этой части у нас воск, водный воск для внутренней отделки дерева, для того, чтобы создать ту пленку, которая будет водостойкой, которая будет износостойкой, удобной в уборке, хорошо смотрится в любых оттенках. Лазурь на верхних вот этих двух плашках выполнена в том же самом цветовом решении, это цвет Кальквайс. Практически разница минимальная между этими двумя оттенками. Требовательный дотошный зритель может увидеть здесь разницу в степени укрывистости, все-таки воск больше скрывает сам рисунок. На таком маленьком фрагменте это не так замечательно видно, но на больших интерьерах это тоже может сработать. Тем не менее у лазури есть свои преимущества. Лазури имеют более матовую поверхность, лазури проще наносятся. Это носится так же, как обычная краска, обычной кистью, привычной в исполнении. И на рынке лазури для внутренних работ, именно для того, чтобы защитить дерево, для того, чтобы придать нужный оттенок, выровнять общие визуальные ощущения. Лазури используются очень часто и сейчас очень популярны. И нижняя дощечка, она покрыта маслом. Видно, что оттенок тот же, но насыщенность значительно меньше. Это ощущение, оно формируется за счет того, что самого масла, во-первых, намного меньше расход. Соответственно, пигмента лежит на единице плоскости этой деревяшки намного меньше. И этот пигмент не так сильно заметен. И, соответственно, древесина получается максимально натуральная. Если не присматриваться, создается ощущение, что эта деревяшка никаким материалом обработана не была. Тем не менее, сам факт обработки человек может легко увидеть. Потребитель это чувствует в эксплуатации, поскольку поверхность становится гораздо более гладкой. Вода отталкивающая, пыли и грязи, соответственно, стойкая и удобная в уборке. Если сейчас сделать упор на глянец, также можно заметить, что воск имеет шелковистый глянец, что создает опрятность к помещению, ощущение самого комфорта от взаимодействия этой поверхностью. Лазури, как правило, более матовые, соответственно, меньше отбликов и в таком помещении находиться, соответственно, более комфортно. Либо масло, которое максимально сохраняет сам рисунок дерева, только слегка его тонируя в ту или иную сторону, которая нам потребуется. Хорошая поверхность, отличный интерьер, светлый, красивый, который вас будет радовать, приятный на ощупь, на внешний вид. Вы получите, если внимательно, посмотрите на подготовку поверхности, на выбор оттенка и на качество самих работ. В самом начале правильная постановка задачи даст вам ощущение на долгие годы комфортного, светлого помещения, в котором вам будет приятно жить, находиться, приглашать друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова